На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Пауль Клея, Жан-Мишель Баския». Часть первая. Сегодняшние наши герои Пауль Клея и Жан-Мишель Баския, немецко-швейцарский художник, представитель первой волны авангарда, один из пионеров абстракции Пауль Клея, который друг Кандинского, преподаватель Баухауса художественной школы, которая положила основу современному дизайну, но занималась, собственно говоря, не дизайном, а исследованием того, какова природа искусства, какова природа абстрактных форм в искусстве, вне зависимости от того, живопись это архитектура или дизайн. Художник, который считали своим предшественником сюрреалисты, потому что он практиковал автоматическое рисование, и через сюрреалистов, наверное, считали своим предшественником абстрактные экспрессионисты американские, потому что то, что здесь вклад Клея в современное искусство, это не только, собственно, те картины, как выглядят те картины и та графика, которую он оставил, а то, как он осмыслял сам процесс творчества, и, наверное, как он осмыслял саму природу картины и саму природу живописи или рисования. И Жан-Мишель Баски – американский художник, проживший очень короткую, блистательную жизнь. Он погиб в 28 лет от овердозы. Пришел он в современное искусство с улиц. Он занимался стрит-артом, занимался граффити короткое время. И был другом и протежеин Диорхола. Но в каком-то смысле то, что делал Баски, это живопись самого разного толка, которую называют неуэйвом, называют неоэкспрессионизмом. Но почему мне хочется его поставить в пару с Паулем Клеем? Потому что, наверное, если Клеем был предшественником абстрактного экспрессионизма, то Баски был художником, последним представителем, который закрыл абстрактный экспрессионизм, закрыл представление о творчестве как неком почти, во-первых, физическом действии, и, во-вторых, почти шаманском акте трансляции неких энергий. Закрыл действительно трагически погиб, погибнув в 28 лет. Ну, здесь мы видим два автопортрета. Соответственно, графический автопортрет – это автопортрет Пауля Клея, автопортрет Жанны Мишели Баски. Ну и чтобы, в общем, полегче было, два и две фотографии. Очень ранний снимок Клея, где ему лет 18, наверное, и снимок Баски, которым, наверное, не намного больше на этом снимке, тоже лет 20. Ну, собственно, возвращаясь к Клею, Клея был, как я уже говорила, родился в Швейцарии и провел юность в Берне, при этом его карьера была связана с Германией. Родители его... Его отец был профессиональным музыкантом, его, и изначально он занимался музыкой, и всю жизнь он играл на скрипке, играл блистательно. Одно время он даже для зарабатывания денег работал в симфоническом оркестре штатным скрипачем. И само сближение музыки и игры на музыкальных инструментах с живописью, с рисованием было для него очень важно. Перед тем, как приступить к рисованию, он часто играл на скрипке, чтобы разогреться. И вот это его интерес к музыке, в том числе, был одним из пунктов его близости, его дружбы с Кандинским, который тоже был музыкантом, но музыкантом-любителем играл на рояле. И они играли вместе. Они вместе занимались домашним музицированием во время Баухауза, когда они, как два преподавателя этой замечательной школы, делили один коттедж, разделенный на две семьи. Это действительно было так. Это, видимо, интересно было бы их послушать. Поэтому Клей стал заниматься изобразительным искусством чуть ли не из бунта против родителей, которые считали, естественно, что он должен, что его карьера – это карьера музыканта. У него был, естественно, был интерес к изобразительному искусству в семье. И его бабушка была рисовальщицей, любительницей и вышивальщицей. Этот интерес к рукотворной природе, ни к живописи, ни к высоким искусствам, ни к ремесленной природе изображения тоже, наверное, на него как-то повлиял. Ранние его вещи вполне фигуративные, как вы видите. Цикл рисунков, гравюр, который называется «Изобретение», такая дань символистскому искусству того времени, символизму как искусству фантастическому, как искусству гротеска. И, наверное, можно считать, что именно в этих работах Клей увидит такое предвосхищение сюрреализма, хотя, на самом деле, такого рода искусство в его времени было достаточно распространено. Там, например, был Аделон Редон, во Франции был Альфаэт Кубин, с которым он общался. Но интересно, что здесь уже появляются сюжеты, которые для Клея будут важны на протяжении всего его искусства, всего его творчества. Вот такие вот странные, такой герой с одним крылом, странные существа, гротескные, беспомощный ангел. И ангел, к которому Клея вернется, к персонажам, к которым Клея вернется в конце своей карьеры, в конце своего творчества, персонажи, наполовину принадлежащие миру человеческому, наполовину миру природному или миру воображаемому, которые у него появляются в этом самом раннем. Персонажи, для которых двойственность их природы выглядит гротеской, как для этого престарелого феникса и для этого однокрылого героя. Вот такого разного рода рисунки, вот прекрасный мир, такой почти архаический, примитивистский мир зверей. Картина Пауля Клея, партийное собрание, 1907 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально, преобладают тёплые тона. Фантастический пейзаж. На переднем плане невысокие светло-жёлтые холмы, на заднем – горы бежевого цвета. Небо затянуто густыми тучами. На переднем плане изображено четверо полуфантастических животных. Изображения не натуралистичные, а скорее напоминают книжную иллюстрацию. Фигуры плоские, объём не подчёркнут тенями, отсутствует перспектива. Слева изображено животное чёрного цвета, похожее на корову. Животное стоит боком, головой вправо. У него длинные рога, загнутые вверх. Изо рта торчит длинный тонкий язык. Виден только один глаз белого цвета с чёрным зрачком. Вместо вымени у зверя женская грудь чёрного цвета, расположенная между передними ногами. Под животом у животного сидит маленький зверь серого цвета с чёрными рогами. Он похож на первое животное. Он пьёт молоко из вымени первого зверя, запрокинув голову назад. В правой части картины изображён огромный зверь тёмно-серого цвета. Он похож на очень толстого кота с густой длинной шерстью. У него зубастая пасть, короткая морда и треугольные уши. Уши прижаты, пасть открыта, из пасти высунут красный язык. Животное сидит, оно развернуто полубоком влево. Перед ним в землю, возле его лап, воткнута длинная палка, которая над его головой заканчивается табличкой с надписью «Либерализм». На переднем плане в центре рыжий зверь, похожий на пуму или львицу. У неё длинные усы, уши прижаты сзади к голове, а львица развернута вправо. Она недовольно смотрит на животное с табличкой. Рисунки, как бы клей начинал прежде всего как рисовальщик, и как график живописи ему отдавалось не сразу, потому что у него как бы не чувствовал линии лучше, чем цвет. Ему пришлось достаточно долго идти к тому, чтобы понять цвет. Он практиковал, придумывал собственные уникальные техники. Вот, например, такой рисунок, который процарапан иглой на затемнённом стекле, такая гравюра без гравюры, и придумывал тоже такое очень загадочное ещё одно изобретение, аппарат для магнитного воздействия на растения. Рисунок, в котором можно увидеть метафору, может быть, последующих идей клея, которого очень интересовал естественный мир, который очень интересовал придумать искусство, придумать произведение, которое растёт так же, как растёт органические, как формируются органические существа, произведение, которое растёт, как растут растения, но здесь эти растения как-то стимулируются при помощи некого удивительного и тоже вполне сюрреалистического аппарата, прото-сюрреалистического. В 10-е годы Клей входит в экспрессионистскую группу «Синий всадник» немецкую и знакомится, собственно говоря, с Василием Кандинским, который становится одним из его ближайших друзей на всю жизнь. И вскоре после Кандинский свое первое абстрактное произведение сделал в 1912 году, как известно, Клей сделал свою первую работу абсолютно нефигуративную. Вот это вот, 1914 год, в стиле Кайруана. Картина Пауля Клея в стиле Кайруана, 1914 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Абстрактное изображение, яркие тёплые цвета. Цветовая гамма чуть приглушённая, словно слегка выгревшая на солнце. Картина состоит из множества неровных прямоугольников, квадратов и кругов разных цветов. Они все разного размера, отличаются по длине и ширине. Жёлтые, красные, коричневые, синие, серые прямоугольники и квадраты направлены вертикально. Они расположены, плотно примыкая друг к другу. А в некоторых из них нарисованы разноцветные круги. Всего пять кругов. Круги хаотично разбросаны по поверхности картины. Кайруан – это город в Тунисе, который путешествовал по Тунису вместе со своими друзьями, художниками из «Синего всадника» Августом Маке и Францем Марком. И именно в Тунисе он впервые начал чувствовать цвет. Как бы именно вот это невероятное другое освещение, другие краски, которые есть в Тунисе, другие города. Это открыло ему, как он считал, чувство цвета. Он сказал, что впервые я почувствовал, что я и цвет – это одно целое. И с этого момента он почувствовал себя не графиком и живописцем. А вот такая вот абстрактная вещь. Опять-таки для него был важен его опыт музыканта и работу с цветом. Он мыслил как работу с нотами, где каждый из этих цветных квадратиков, из этих цветных пятен – это как бы некая нота со своим тоном. Это, в общем, достаточно близко к тому, как мыслил абстракцию, как мыслил цвет кандинский, который обладал свойством, обладал синестезическим восприятием красок и звуков, где каждый звук наделяется цветом, каждый цвет наделяется звучанием. Но и клея в этих своих ранних абстрактных работах, в общем, продолжает, развивает опыты кандинского. Хотя для него эта работа выглядит гораздо более, пока что, менее органической и более архитектурной, чем произведения кандинского того же времени. И, похоже, они, наверное, на такие витражи, на такие, как бы, где очень четко выделены вот эти блоки цветов, из которых вот строят свои композиции. Ну, как бы, и при этом, ну, Хамамет – это еще один тунисский город. Вот. И действительно очень важно, что клея, обратившийся к абстракции, никогда не делал чистую абстракцию, как и кубисты, от опыта которых он отталкивался. Он дает свое вполне беспредметным изображением названия, которые позволяют считывать в них предметный мир. Вот этот самый Хамамет вполне можно прочесть, как ландшафт, да, как ландшафт арабского города. И в свои следующие работы он уже вводит изобразительные элементы. Вот эти самые тунисские сады, которые он рисует, которые он изображает на этой акварели. Уже появляется некий элемент фигуративности, который некий элемент рисунка, потому что, конечно, он прекрасно научился чувствовать цвет, но все равно он был прежде всего рисовальщиком. Если Кандинский был теоретиком цветов, то клея был теоретиком прежде всего красок и линий. И вот эти линии там действительно очень важны. Картина Пауля Клея «Белые и красные купола. 1914 год». Холст квадратной формы. Картина пестрая, многоцветная, цвета темные. Картина состоит из квадратов разных цветов, образованных регулярной сеткой, подобно шахматной доске. Цвета плавно переходят друг в друга снизу вверх. В нижней части картины много желтого и коричневого цветов. В центре желтый переходит в красный цвет, в правом верхнем углу преобладает синий цвет. В некоторых клетках в верхнем ряду черной краской нарисованы полукруги, напоминающие контуры куполов церкви. В некоторых клетках ниже нарисованы маленькие черные прямоугольники, изображающие оконные проемы, напоминающие очертания арок и закомар церкви. В целом во всех этих элементах угадывается изображение церкви с тремя куполами одинаковой высоты. Да, есть цвета, есть красные и белые, которые упомянуты в названии работы. Но при этом важно, что все равно присутствуют эти купола, что все равно присутствует этот самый более-менее опознаваемый ландшафт, опознаваемый ландшафт арабского города, который его поразили тем, что это города, которые, на взгляд европейцы, в которых сливается городской ландшафт и естественной природой ландшафт, они по-другому организованы, чем привычные европейские города средневековые, в которых он жил. И важно это присутствие органического, важен этот органический рост, который заложен в произведении. Но при этом и важна такая кристаллическая структура, что картина может расти как растение, картина может расти как некий кристалл. И опять-таки важны фактуры. Клей был невероятно щепетильно относился к техникам, в которых он работал. Он придумывал новые фактуры, новые, вот как здесь, эти ткани, какие-то многослойные, это почти коллажные изображения, как в этой работе. И при этом его могло, как бы, на протяжении всей своей карьеры, он периодически возвращался к чистой абстракции, к такой вот композиции из цветов, которые действительно работают как нота, как некое музыкальное произведение. Он продолжал опыты французского пуантилизма, вроде Сера, да, создавая эти точки. Но при этом, как бы, картина всё время балансирует между тем, что она является музыкальным произведением, само по себе является предметом, является некой фактурой. Картина Пауля Клея «Восходящая звезда», 1923 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Изображение абстрактное, цвета пастыльные и блеклые. Фон изображения многоцветный. Цвета расположены пятнами и плавно переходят друг в друга. В центре преобладает голубой цвет. Ближе к краям он переходит в розовый и бежевый. Вся картина усеяна плотными рядами белых точек. В центре, в самом верху картины, нарисована шестиконечная звезда голубого цвета. От неё, извиваясь, вниз идёт тонкая зигзагообразная линия тёмно-серого цвета. Слева и справа, и под ней, на разных уровнях нарисованы четыре тонкие горизонтальные линии голубого и коричневого цветов. Вокруг зигзагообразной линии разбросаны небольшие, по-разному ориентированные прямоугольники синего и коричневого цветов. Причём это только одна из линий, которую я пытаюсь выстроить и проследить на протяжении самых разных десятилетий и разных этапов творчества Клея. Вот одна из линий, к которым он возвращался к таким абсолютно чистой абстракции, уже абстракции геометрической, которую он делал в конце 20-х годов. Абстракции кристаллической, но абстракции, которая при этом читается как некое пространство, которое всё равно читается как некий странный ландшафт, как некое странное изображение. А Клея занимался, рисовал, создавал свои произведения в порядке импровизации. У него было удивительное умение. Он в равной степени владел обеими руками. Он рисовал и левой, и правой рукой. И мог рисовать, и мог работать одновременно двумя руками. И каждое произведение, которое он начинал, он практиковал автоматический рисунок. То есть он сосредотачивался на неком образе и пытался зарисовать его с закрытыми глазами. И вот его абстракция – это всегда такая импровизация. Это всегда некое не выдуманное, не сконструированное произведение, а произведение, которое позволяет, как бы, разрастается само забор, разрастается как орнамент, разрастается как кристалл, разрастается как некие растения и как некий узор, да, узор, как некие паттерны, которые повторяются, почти как вышивка, да, почти как некий текстиль, что происходит здесь. При этом абстракция никогда… Интересно то, что для Клея не было, в отличие, наверное, от Кандинского, не было принципиально, что вот я открыла абстракцию, и отныне я буду заниматься только абстрактным искусством. Наоборот, там все время были важны вот эти самые колебания между абстрактным и фигуративным. 1915 год, вот тот же самый кристаллообразный городской ландшафт, который он рисует, становится, внезапно становится ландшафтом катастрофы. 1915 год – это, как вы понимаете, Первая мировая война, на которой погибают двое друзей Клея, художников из «Синего всадника». Рисунок Пауля Клея «Смерть за идею», 1915 год. Прямоугольный белый лист ориентирован вертикально. На белом листе, чёрной краской, изображено множество тонких пересекающихся линий. Все вместе линии создают образ городского пейзажа. Всю верхнюю и среднюю часть занимают силуэты архитектурных построек, угадываются очертания арок и двускатных крыш. Между ними в некоторых местах лестницы нарисованы схематично, всего несколькими чёрточками. На переднем плане в нижней части картины изображён человек. Он нарисован простыми линиями, так, как мог бы нарисовать ребёнок. Человек лежит на земле. В некоторых местах он перечёркнут чёрными тонкими линиями, как будто его пытались заштриховать, или как будто он лежит в куче хвороста. Вокруг человека тоже изображены штрихи. Смерть за идею, когда этот же самый, казалось бы, безмятежный, идеально выстроенный архитектонический ландшафт становится сценой смерти, становится ландшафтом, где появляется эта фигура убитого, или почти что падшего ангела. И в это же время, опять-таки, возникает ещё одна линия, которая очень интересна у Клея, когда он в эти полуабстрактные, не только это работа, которая частично абстрактная, которая частично фигуративная, которую можно считывать и как абстракцию, и как фигуративную живопись. Там всё время есть вот этот момент зависания, восприятия между тем абстракцией или фигуративностью. Ещё эти картины можно читать. А Клей одним из первых начинает в истории искусства вводить в свои произведения некие знаки. Вот здесь есть буквы, есть значки, у него были ноты, есть направления, есть некие векторы. Вот такие замечательные простые вещи, как в 20-х годах, в которых существуют только стрелки, в которых существует только движение. Эти вещи были сделаны в 22-23 год, в тот период, когда Клей как раз преподавал, начал преподавать в Баухаузе. Баухауз – школа, которая была основана в Германии архитектором Вальтером Гропиусом, и изначально мыслилась, как некое отрицание традиционного буржуазного станкового искусства, производства картин, которые должны висеть на стене и украшать жизнь в зависимости от того, что это за жизнь. Баухауз мыслился как то, что искусство должно не украшать жизнь, а воздействовать на нее, строить ее. Поэтому в школе, в которой преподавали в основном художники, не было изначально классов живописи, зато были различные... И не было классов архитектуры, несмотря на то, что основал ее архитектор, и высшим назначением искусства, таким синтезом, искуссоединением всего, мыслилось создание идеальных зданий, идеального среды обитания. Но при этом были школы, там всего чего угодно, настенные росписи, книжного дела, витражей. Клей изначально вел, например, мастерские витража, текстиля и переплетного дела. То есть это была идея снятия разницы между искусством и ремеслом, при этом искусство, именно такое классическое станковое искусство, мыслилось как производство буржуазных ценностей, а ремесла мыслились, наоборот, как жизнестроительство. Из чего потом сложилась ситуация дизайна и некое программное перестраивание среды обитания с целью перенастроить восприятие человека, его систему ценностей. Баухаус, конечно, требует отдельной лекции, я сейчас не могу вкратце изложить все его идеи. Но, тем не менее, Клей, который вел там сначала, как я уже сказала, курсы, мастерские, связанные с витражами, что вполне легко представить, в виде его картины, да, еще с 2014 года, которые построены как витражи, именно на баухаузских курсах, разрабатывал свою теорию искусства, свою теорию творчества, которая заключалась, прежде всего, в этом самом представлении о том, что смысл, как бы, что изначально единица искусства, то, как он мыслял создание картины, это линия. Что такое линия? Линия – это, как определял Клей, знаменитое его определение, линия – это всего лишь точка, которая отправилась прогуляться, а форма – это всего лишь линия, которая отправилась прогуляться, отправилась, попустилась в движение. Линии и точки не обрисовывают существующие формы, а создают их, поэтому любое произведение строится как импровизация, и любое произведение – есть движение этих линий. Поэтому важна музыка, которая существует во времени, поэтому произведение визуального искусства, картины или графика мыслятся как нечто существующее во времени. как нечто, что фиксирует движение. Поэтому эти стрелки, которые возникают у Клея – это, собственно говоря, вот эти векторы движения, векторы, по которым двигаются линии, создавая формы, создавая миры, но отнюдь не фиксируя их. Поэтому любое, каждое произведение по отдельности само по себе неважно, это всего лишь некий этап, это всего лишь зафиксированная точка в движении, после которой линия пойдет дальше и создаст еще одно произведение, еще одни формы, еще одну картину. Видимо, то, что делает Клея – это первый художник, для которого каждая из картин, каждая из его графических листов не является конечным этапом. Это всего лишь одна из остановок на пути линий, которые будут идти дальше, которые будут двигаться дальше, которые будут обрисовывать другие формы и другие миры. Потому что для Клея, тоже один из его знаменитых афоризмов, звучит так, что искусство не рисует видимый мир, искусство делает видимым незримое, искусство делает видимым, заставляет проступить что-то, что до этого не было видно. Абстракция для Клея – это некий этический выбор по-своему, потому что тоже одна из его таких знаменитых фраз. Чем страшнее наш мир, тем абстрактнее искусство, которым мы занимаемся, искусство, которое фиксирует здесь и сейчас достояние счастливых эпох. Сказано это было во время Первой мировой войны, которая действительно была такой первой трагедией, потрясшей Европу, поэтому отказ от фиксации реальности вполне понятен. Но при этом миры, которые предлагают создавать Клей, это миры, достаточно, как вы видите, это миры игры, это миры, которые всегда немножко игрушечные, и не настоящие. И эта игрушечность не только сознания так, что это мир, который сделан здесь и сейчас, линии, которые создала его и побежала дальше, линии, которые Клей мыслит почти как живые существа, вот эти точки и линии, которые создают его произведения, которые очерчивают формы. Клей очень интересовался природой, и есть история, что он, в отличие от многих людей, очень любил змей и умел с ними как-то общаться и разговаривать, и вполне понятно, что змея – это и есть вот эта вот движущаяся линия, движущаяся линия, которая вышла на прогулку, сложилась в какую-то форму и уползла куда-то дальше, складываться в другую форму. Они же еще двигаются невероятно, змеи, да, и вполне можно представить, почему его интересовали именно эти живые существа. При этом, естественно, когда мир находится в этом самом состоянии постоянного становления, как у Клея, он может быть только эфемерным, никаких форм нет, есть только никаких предметов, никакой реальности нет, есть какая-то случайная констелляция этих форм, которые вот сейчас вот создались, образовались и могут в тот же момент распались, и потому что эти линии змеи поползли куда-то, разбежались и поползли куда-то дальше. Поэтому все миры, которые он рисует, это миры немножко игрушечные, миры не в самом деле, что миры игрушечные, потому что они потому что они смешные, не потому что они сделаны ради, чтобы развлечь публику, потому что они как знак их абсолютной эфемерности, как знак того, что это не отливается в некую постоянную такую прочную реальность, что это всего лишь игра форм, что любая картинка, даже похожая на город или вполне опознаваемая, это всего лишь случайная игра форм, которые могут в тот же момент распасться и образовать какие-то новые формы, при том, что поэтому идет вот это все время, поэтому ему неинтересна чистая абстракция, но не то что неинтересна, но она не является главным направлением, единственным направлением его творчества, потому что чистая абстракция это всегда и для Кандинского, и тем более для Мандриана, это всегда представление о неких абсолютных цветах, абсолютных формах, абсолютной гармонии, только эти основные цвета, только эти основные формы, все, ничего больше, никакого движения дальше не может быть, абсолютно важно показать абсолютное. Для клея никакого абсолютного не может быть, поэтому абстракция также не абсолютная, также эфемерна, как и фигуративное искусство, поэтому абстракция может сложиться в городской ландшафт с шариком. Картина Пауля Клея «Красный шар. 1922 год». Картина квадратного формата. Изображение состоит из различных геометрических фигур. Фон бледно-жёлтый, фигуры разноцветные, цвета насыщенные. В центре, в верхней части картины, изображён круг красного цвета. Под ним маленький голубой полукруг. Они соединены тонкими чёрными линиями. Вместе они напоминают воздухоплавательный шар. Слева и справа, а также снизу, его окружают прямоугольники и квадраты красного, синего, жёлтого и зелёного цветов. Фигуры тесно примыкают друг к другу. Вместе они создают образ городского ландшафта. «Может сложиться в башню, в эту самую колонну стоящую, как некая руина, потому что любой ландшафт – это всегда руина. Любой образ предполагает распад, предполагает то, что он рассыпется, предполагает то, что постоянное движение не фиксируется. И, кроме того, строительство колонны, строительство башни – это, кстати, ещё один из примеров, который Клей давал своим студентам, когда он преподавал в Баухаузе. Он свою теорию форм и линий, форм образования объяснял. У него была классификация линий, что они там бывают пассивные, активные линии, замкнутые линии, которая разомкнутая, которая активна, линия, которая замкнута в контур нейтрально. И линия, когда контур заполнен цветом, она уже абсолютно пассивна, потому что цвет её прикрепляет, она никуда не может двигаться дальше. И в случае, как бы, все то, что он пытался объяснять, существует книжка его на русском языке, Баухаузевские тетради, её достаточно сложно пересказывать, потому что состоит она в основном из схемы диаграмм. И когда Клей преподавал, он чертил на доске цветными мелками эти самые схемы, используя сразу обе руки, что, видимо, было невероятным зрелищем и невероятным перформансом для его студентов. И каждую из конфигураций этих линий он описывал, он придумывал им сюжеты, что один способ создать равновесие и создать композицию назывался «Строительство башни», другой назывался «Канатоходец», там были маятники, водяные колёса, падающие звёзды. Это всё были такие, если вспомнить выражение Велимира Хлебникова, различные случаи жизни пространства. И вот эти различные случаи жизни пространства Клей использовал, это были примеры в его педагогической деятельности, и это были одновременно сюжеты его картин, вот этого распадающегося архитектурного пейзажа. Достаточно поздняя вещь, где этот самый архитектурный ландшафт становится уже достаточно депрессивным и страшным, революция Веодоков. Это 1937 год, год, в котором уже давно нацисты были у власти, Баухаус закрыли, и в этом году была выставка дегенеративного искусства, в которой выставлялись работа клея. Картина «Революция Веодука» в 1937 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Цвета очень яркие и насыщенные, фон серого цвета. На картине изображено множество разноцветных арок жёлтого, красного, оранжевого и розового цветов. По форме снаружи арки напоминают буквы П, однако внутри арки проход имеет сверху полукруглую форму. От нижних частей буквы П отходят вовне короткие горизонтальные линии. Из-за этого боковые опоры арок напоминают схематичное изображение ног. Эти арки нарисованы одна за другой, они перекрывают друг друга. Арки на переднем плане расположены ближе к нижнему краю картины, на заднем плане ближе к верхнему. Таким образом, они занимают почти всё пространство картины. Множество арок можно сравнить с толпой людей, которые надвигаются на зрителя. Это ощущение усиливается сходством их формы с изображением ног человека. Столбы одной арки могут располагаться так, что один находится ближе, а другой дальше, словно арка шагает вперёд. Это создаёт ассоциацию с наступающим движением. То есть он уже был абсолютно отовсюду вычеркнут. Он жил в Швейцарии, где, в общем, никакой художественной жизни не было. Его выставляли в Нью-Йорке, его выставляли во Франции. Но, все равно, это был конец карьеры, революция, бунт вот этих самых арок, которые не хотят выстраиваться, как полагается, виадуко выстраиваться в прямой путь, которые таким занятным образом разбегаются. И такой уже совсем депрессивный пейзаж вот этой самой ворота, да, ворота, которые выглядят воротами в тупик, напоминающие вот эту самую кафеанскую притчу из процесса. Эти ворота, которые были… Только ты в них мог пойти, но ты в них не вошёл. Может быть, это вполне такие сопоставимые сюжеты. Пейзаж, который уже… Вот, может быть, это так, это то произведение клея, где уже никакого движения абсолютно нету и не может быть. Картина «Врата», 1938 год. Прямоугольный узкий холст ориентирован вертикально. Картина полностью выполнена в сине-голубых тонах. Цвета плавно переходят друг в друга, более тёмным цветом слабо обозначена тень. На картине тонкими линиями чёрного цвета изображены разнообразные геометрические фигуры. Фоны и фигуры раскрашены одинаково, изображения от фона отделяют только чёрные контурные линии. В верхней части картины изображён круг, прямо под кругом нарисован прямоугольник. В прямоугольнике изображена арка. С обеих сторон от прямоугольника изображены фигуры, похожие на стеллы. Под прямоугольником линии образуют фигуру, похожую на трапецию с закруглёнными углами. Одна из самых статичных его работ. Статичность здесь является таким знаком передачи ужаса от времени. Ну, возвращаемся в такие более счастливые времена для Клея. Одна из его постоянных тоже сюжетов – это органический рост. Когда он, как я уже говорила, он очень дружил с Францом Марком и очень ценил его живопись. Франц Марк, если вы помните, это единственный, может быть, в историческом авангарде представитель такого жанра, как анимализм. Он рисовал, писал картины со всякими прекрасными лошадьми, собаками, обезьянами. И писал их как бы с точки зрения нечеловеческого зрения, это почти зрение животного, которое даёт вот эту картину, живопись, приближающаяся так абстрактной. И Клей писал, что его восхищает, что Марк может быть на одном, как бы ставит себя на один уровень с животными, с растениями, которых он пишет. Но сам Клей говорил, а я себя помещаю в ту изначальную точку, из которой возникает и человек, и животный мир, и камни, и растения, и стихии. И вот эта самая точка, из которой начинает разрастаться универсум, разрастаться мир, это и был для него разрастаться всеми, как бы точка изначально энергетического импульса, и была, наверное, тем, что он пытался найти в искусстве. В этом смысле Клей, как ни странно, потому что это абсолютно никак не похоже по картинке, по изобразительному ряду, странным образом пересекается, наверное, с Филоновым, пересекается с его зрением, опять-таки с его идеей, с его представлением о том, как должна строиться картина, что такое живопись. И как и Филонов, Клей в своих текстах, во всяком случае, употреблял слово «формула», что он ищет формулы мироздания. Хотя это действительно, как бы, причем-то, это действительно очень разные художники, которые могут это пересечение только случайным, может быть, да. И поэтому возникает вот эта космическая композиция, которая состоит из звезд, из каких-то этих фейерверков и разрастания растений и такого же разрастания домов, поэтому картина могла строиться, расти как дерево для клея, и строится как дом, кирпич за кирпичом, строится как вот эта самая строящаяся башня, на примере которой он объяснял, как надо уравновешивать композицию. Картина «Полная луна», 1919 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Цвета темные и насыщенные. Изображение абстрактное и геометричное. Фон очень темный, почти черный. В центре, в верхней части картины, изображён жёлтый круг. Со всех сторон его окружают треугольники и прямоугольники красного, зелёного и синего цветов. Они плотно прилегают друг к другу, образуя вокруг жёлтого круга изломанное разноцветное кольцо. Среди геометрических фигур попадаются и конкретные изображения. Слева от жёлтого круга, среди разноцветных квадратов, нарисовано дерево с зелёной кроной. Под кругом нарисованы маленькие деревья с голыми ветками белого цвета. В левом нижнем углу нарисовано окно с голубыми шторами. И, собственно говоря, никакого различия, то, что делает клей, он пытается снять это различие между органическим и неорганическим. Разрастает между таким органическим и кристаллическим ростом форм. Но при этом, поскольку формы эти всё-таки существуют, они опять-таки складываются в достаточно сказочные сюжеты. Вот эта сказочность как ощущение эфемерности, как ощущение реальности и как ощущение присутствия другой реальности. Картина Пауля Клея «Женский шатёр. 1921 год». Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Цвета преимущественно тёмные и насыщенные. Фон тёмно-зелёного цвета. Он состоит из геометрических фигур, квадратов и треугольников. Они образуют очертания схематично изображённого холмистого ландшафта. Ландшафт как бы разбит на фрагменты, словно мы смотрим на него через калейдоскоп. В центре картины изображён силуэт шатра. Он похож на две кружевные шторы, раздвинутые в сторону и закреплённые подхватами. Он как будто процарапан тонкими светло-голубыми линиями поверх тёмного фона. Вокруг шатра и над шатром изображены разноцветные деревья – красные, зелёные, белые. Они нарисованы схематично – крона в виде овала и прямой ствол. Некоторые деревья видны только наполовину. Как и остальной ландшафт, они показаны словно через калейдоскоп. Клей не рисует видимый мир, он рисует, он создаёт то, что он работает не как художник-натуралист, а как художник, использующий некий психический автоматизм, как он говорил, психический ландшафт. И это мир воображения, который в традиционном сознании ассоциируется с миром вымышленным, фантастическим и сказочным. Опять-таки начинал он, как вы помните, со сказочных, вполне сказочных сюжетов. И с миром примитивистским и детским. С миром Клея ещё в начале десятых годов был одним из первых, кто заинтересовался таким, как эстетическим феноменом, детскими рисунками и рисунками пациентов психиатрических клиник, душевнобольных. Потому что он считал, что только, поскольку привычная реальность это не единственная реальность, которая на самом деле существует. И, может быть, только дети, дикари и сумасшедшие способны увидеть другие миры. И поэтому в них им можно, их творчество интересно как окно в эти самые другие реальности или другие способы восприятия реальности. феномен этот, как бы, ну вот, поэтому то, что происходит у Клея с его абстракциями, это очень интересное, которое начинают, которое приходит в движение, да, от картины, которая называется «Фуга». Картина Пауля Клея «Фуга в красном», 1921 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально, фон чёрный. Он полностью покрыт изображениями геометрических фигур, выполненных в оттенках розового, бледно-серого и белого цветов. Изображены неровные треугольники, квадраты, круги и другие геометрические фигуры. Эти изображения покрывают всё пространство чёрного фона. На самом деле на картине изображено только 15 фигур. Они изображены густой, светлой, чаще всего белой краской. Эти фигуры расположены неровными горизонтальными рядами. От каждой белой фигуры влево отходит шлейф более бледных, полупрозрачных фигур той же формы. Они похожи на тени или бледнеющие контуры. Их границы неровные, слегка искажённые по сравнению со светлой фигурой. Некоторые чуть больше, другие чуть меньше, чем она. Фигуры как бы наслаиваются друг на друга, а одна частично прикрывает другую. Создаётся впечатление, словно белые фигуры движутся вперёд и вправо, словно вылетая из тёмного фона. А полупрозрачный шлейф — это след их движения. Картина, которая действительно строится как музыкальное произведение. Почему не важно, не так важно, как, не так принципиально различие между абстракцией и как бы фигуративной, как бы сюжетной живописью? Потому что, собственно говоря, абстрактная картина для клея — это не чистые формы, чистые линии как таковы, это представление некой другой реальности, в которой обитают не люди, а обитают вот эти самые вполне одушевлённые, живые линии и точки, которые могут отправляться на прогулку, которые могут путешествовать и которые могут очерчивать формы и как бы жить какой-то своей жизнью. Очень, причём надо сказать, что достаточно похожими были, похожим вот таким фантастическую абстракцию создавал и Кандинский поздний, да, вот 30-40-х годов, у которого там какие-то явно уже живые существа населяют эти полотна, и, конечно, создавал Хуан Миро. И в этом смысле понятен такой, понятен феномен абстрактной мультипликации, абстрактной анимации, которая появляется в 20-е годы, где действительно то, чем занимался Клей, то, чем занимался Миро, часть это желание в живописи передать движение, причём для Клей это передача движения, передача времени была самым важным, как для музыканта, да, как сделать произведение, которое одновременно развивается и в пространстве, и во времени, как передать движение в живописи. Может быть, создав ощущение того, что любой холст только промежуточная стадия, да, только один кадр этой самой абстрактной анимации, которая потом будет развиваться, поэтому абстрактная анимация всегда, если кто-нибудь её видел, это штука довольно комичная, довольно забавно это смотреть, как то, что прикидывалось вот этой самой абстрактной композиции идеальной, вдруг пускается в движение, вдруг эти пятна, точки, мы же всегда привыкли, что абстракт – это что-то очень серьёзное, да, требующее сосредоточение вдумчивости, вдруг они начинают, пускаются в движение, начинают себя вести, как эти самые змеи или там червяки разбегаются, пляшут под музыку, в этом всегда есть элемент комизма, да, так же, как есть элемент комизма, но вот живые статуи, да, на улицах, она стоит как статуя, а вдруг она, когда она вдруг приходит в движение, в этом всегда, вдруг оказывается, там, гораздо менее чем-то застывшим и вечным, а живым и движущимся, в этом всегда есть элемент страха и комизма, вот такой мультипликационности, и в работах Клея, конечно, за счёт этого ощущения движения и за счёт подозрения, что эти все штуки – это не формы абстрактные, да, а некие живые существа, населяющие другую реальность, есть всегда ощущение такого и такой мультипликационной, немножко психоделической комичности. И вот эта способность этого мира разлететься, собраться снова, вот эту постоянную форму, как миры, которые собираются и распадаются на наших глазах. Поэтому он так замечательно комбинирует несколько эстетик, да, своих. Это может быть и такой совсем уже абстрактный ландшафт, но при этом в нём возникает вот этот рисунок, да, где Клея живописица, Клея график, Клея абстракционисты, Клея символист как бы прекрасным образом уживаются на одном полотне, замечательным образом заставляя каждого зрителя колебаться между несколькими способами прочтения этой работы. Картина Пауля Клея «Избранное место», 1940 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Это пейзаж, выполненный абстрактными фигурами, тёмные насыщенные цвета. Верхние две трети изображения занимает небо, оно выполнено градиентом, вдоль верхнего края картины тянется узкая полоса красного цвета, которая плавно переходит в тёмный синий-зелёный цвет, которым выполнена большая часть пространства неба. Оставшаяся нижняя треть чёрного цвета. В центре изображения на границе двух цветов изображено скопление небольших разноцветных квадратов, прямоугольников и треугольников. Они голубые, сиреневые, красные, оранжевые. Некоторые из них тонкие и вытянутые, другие располагаются друг на друге и перекрывают друг друга. Нагромождение фигур напоминает город с небоскрёбами. На небе справа сверху изображён круг. Поверхность круга разделена стенкой на квадраты сиреневого, жёлтого и голубого цветов. Этот круг напоминает луну на ночном небе. Вот, собственно, эти ландшафты, которые у него постоянно присутствуют. И замечательная работа тоже с самого начала его, такие сериалистические, которые с начала карьеры его существуют. Линии, которые складываются в некие фигуры. Складываются одни живые существа, которые прикидываются другими существами. Вот, например, этими самыми ангелами. Анджелус Новус. Работа знаменитая в том числе потому, что она принадлежала философу Вальтеру Беньямину, который замечательно описал этого персонажа, который он видит на картине. Он говорит, что он назвал его ангелом истории, что это существо, которое выглядит как существо, которое смотрит, стремительно отдаляется от того, на что оно смотрит, что это ангел, лицо которого обращено в прошлое. И там, где мы видим историю, там, где мы видим цепь событий, этот ангел видит нагромождающиеся друг на друга руины. Опять-таки, это 20-е годы, это революция, это Первая мировая война, это время, которое действительно оставило достаточно много руин. Картина Пауля Клея «Новый ангел», 1920 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Изображение и фон неравномерно закрашены оттенками оранжевого и коричневого цветов. В центре фон светлее, по краям более тёмный и насыщенный. В центре холста чёрными тонкими линиями изображено фантастическое животное. Рисунок выполнен тонкими чёрными линиями и напоминает, скорее, схематичный рисунок ребёнка или наскальную живопись. У животного большая овальная голова, похожая на голову льва. Крупные глаза. На голове у него кучерявые волосы. Тело его похоже на тело птицы. Крылья существа подняты вверх. Они заканчиваются схематично нарисованными руками с пятью пальцами. У существа широкий треугольный хвост, свисающий вниз, и закрывающий лапы, из-за чего он напоминает юбку. Из-под хвоста торчат две птичьи лапы с тремя когтями. Но он бы хотел вернуться обратно. Он бы хотел предупредить эти разрушения. Он бы хотел спасти погибших. Но он не может сложить крылья, потому что со страшной силой его несёт вперёд. как бы затылком назад. И то, что несёт его вперёд, это ветер прогресса. Это очень знаменитый беньяминовский пассаж. Извините, я его не могу воспроизвести наизусть. Но, тем не менее, это интересно, что вот таким образом он увидел это тоже почти мультипликационного персонажа, которого придумал Пауль Клея. И вот замечательное колебание этой линии, которое как бы вроде бы складывается в фигуру. Да, это танец покрывала, это танец ламея. Но складывается фигура только шутки ради. Картина Пауля Клея «Танец покрывала», 1920 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Фон белый. А вдоль белого холста нарисованы слегка волнистые линии разных цветов. По порядку сверху вниз. Красная, жёлтая, зелёная. Ещё одна жёлтая. Сиреневая, зелёная. В центре холста линиями чёрного цвета нарисована человеческая фигура. Фигура сильно деформирована. Она напоминает ритуальные изображения примитивных культур. У фигуры большая трапециевидная голова без лица. Практически нет туловища. Гипертрофирована узкая талия и большие кисти и стопы. У фигуры нет лица. Она опирается на правую ногу. Правая нога согнута в колени. Левая вытянута вперёд, словно фигура танцует в присядку. Руки подняты вверх. Между двумя руками как будто растянуты тонкие чёрные нити. На самом деле это те же самые живые линии, которые могут разбежаться обратно и расползтись в следующий момент. Сюжет тоже важный для клея. Сюжет, бывший в духе того времени. Сюжет кукольного театра, некого цирка, представления кукольного театра. Вот такие азиатские восточные фокусники, наверное, как их перевести. Вот эти представления, которые дают линии. Канатный плесун, который опять-таки, если вспомнить его баухазовские тетради того времени, это один из примеров существования линии. Это одно из заданий для студентов. Подумайте, что линия может двигаться как канатный плесун, как он держит равновесие, как он колеблется, что это такое. То есть это некий способ, это всего лишь пример существования линии, это пример существования точки. Но он складывается в некий сюжет, сюжет достаточно фантомный, который тут же рассыпается. Вот такая вот комната, когда эти линии стали и пространствованы персонажами, обитающими в нем. Работа, которая была представлена в 1925 году в Париже на выставке сюрреалистов. Работа, которая как бы среди других работ Клея. Сюрреалисты признали его за своего предшественника, потому что, как я уже говорила, он занимался, практиковал автоматическое письмо. Автоматизм был одним из самых краеугольных камней сюрреалистической теории. Но для того, чтобы эта работа как бы лучше ложилась в контексте сюрреализма, это Андрей Бреттон, основоположник сюрреализма, когда составлял каталог выставки, придумал ей другое название, он назвал ее «Комната с привидениями». И что, в общем, вполне логично, потому что действительно все, все фигуры, которые появляются в работах Клея, вполне можно назвать фантомами. То есть это некие галлюцинациями такими, которые сложились и распались, вот как эти самые колдуни, анализ извращений. И вот тоже очень знаменитая работа «Чирикающая машина». Картина Пауля Клея «Чирикающая машина», 1922 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Насыщенный голубой фон с разводами серого и фиолетового цветов. Рисунок выполнен черными контурными линиями. Рисунок схематичный. В левом нижнем углу изображен стеклянный прямоугольный стол на коротких ножках. На столе стоит конструкция из тонких черных реек, похожая на букву «Т». К правому краю горизонтальной перекладины этой конструкции приложена ручка для кручения, как в кофемолке. Сверху, на горизонтальной перекладине, сидят четыре фантастические фигуры, похожие на птиц. Они расположены в ряд. У них тонкие очень длинные ноги и туловище в виде линий. Головы птицовальные, с открытыми клювами. Птицы похожи на персонажей из наскоро нарисованного мультфильма. Щебечущая машина. Машина, в которой существуют эти... Машина, которая... Может быть, такое устройство мира поклеит, что это все равно какой-то огромный загадочный механизм, где каждая птичка и каждое растение является его элементом. Но при этом такая органика и механика, которые сочетаются в этой работе, тоже достаточно комическая на самом деле, достаточно гротескная. продолжающаяся в более поздних сказках Гоффмана. Опять-таки, это интерес к немецкой культуре и сюрреализму ко всяким фантастическим историям, историям про привидения, историям про марионеток, которые окажутся живыми людьми и тому подобное. И вот всякие сюжеты связаны с театром, причем как бы кукольный театр, причем Клей создавал в том числе и марионеток. Он с 16 по 25 год создавал целый домашний кукольный театр вот таких вот перчаточных кукол, которых он делал для своего сына маленького, но делал вполне осознанно как произведение искусства. Он их включал в свои каталоги, включал в свой список всех своих произведений. Сделаны они вполне из почти найденной объекта, из непонятных каких-то деталей чего угодно. Вот такая лампочка какой-то, механизм, который становится головой этой куклы. Вот самые разные персонажи, которые вполне, в общем, соотносятся с тем, что, например, в том же Баухаузе делал Оскар Шлеммер. В Баухаузе были театральные классы, и Шлеммер, который делал абстрактный театр, создавая огромных, в общем, даже не костюмы, практически обитаемые скульптуры, которые двигались по сцене, которые создавали такой театр форм и линий, который одновременно Клей создавал вот такой же абстрактный театр этих самых своих марионеток. Вполне соотносимых, действительно, вполне соотносящихся с тем, что он делал как в живописи и в графике. Вот такой автопортрет, марионетка-автопортрет, которая тоже в этом домашнем театре кукольном присутствовала. Как я уже говорила, Клей интересовался искусством детей, дикарей и душевнобольных. И точно известно, что он был в курсе книги. Это одна из первых монографий, посвященная эстетическому феномену «Творчество душевнобольных». Написал ее немецкий психиатр и искусствовед Ханс Принсформ, который долгое время наблюдал ряд пациентов в своей клинике, которые занимались. Именно в клинике начали заниматься искусством, потому что это была терапия, была разрядка. И описал такую первую обойму художников душевнобольных, первую обойму звезд аутсайдер-арта или арт-брюта, как там разные названия для этого. И также сформулировал основные принципы творчества вообще, которые в равной степени свойственны импульсу к творчеству, которые в равной степени свойственны и профессиональным художникам, и детям, и примитивному искусству, и творчеству душевнобольных, где было несколько пунктов, в том числе это подражание и украшательство, создание символического порядка и создание орнамента, игра и повествование. То есть там действительно принципы, которые можно представить, что они приложимы и к любой основе творчества как такового. Вот несколько персонажей, художников из его коллекции. Вот такой Август Натор, который «Бог в виде колдунья, которая сотворила мир», называется эта работа. Антон Мюллер, художник, ремесленник, который создал, у которого украли патент его какую-то сельскохозяйственную машину, которую изобретал вечный двигатель, после этого, как бы тронувшись рассудком. Картина Генриха Антона Мюллера. 1865-1930 года. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Работа сделана на бумаге желто-коричневого цвета. Бумага слегка помята. Изображение выполнено в коричневых тонах, немного светлее фона. Изображены фантастические фигуры. В правой части картины нарисовано человекоподобное вытянутое существо с округлыми обтекаемыми очертаниями. У него большая, вытянутая по горизонтали овальная голова, плавно переходящая в обтекаемое тело. Шея почти не обозначена. В нижней части головы расположен огромный глаз. У существа есть одна рука. Она растет из спины, но существо вытянуло ее вперед. Рука плавно изгибается, словно в ней нет суставов. В руке существо держит палку с небольшим белым наконечником в форме цилиндра. Палка расположена горизонтально. У существа две длинные извивающиеся ноги, на ногах надеты туфли с длинными загнутыми носами. Существо направляется широким шагом в сторону левой границы картины. Под ним, в нижней части картины, изображено животное, похожее на козу. Коза повернута влево. У нее вымя, длинные изогнутые рога и огромный глаз. Перед человекоподобным существом и козой по центру левого края картины белым цветом нарисовано животное, похожее на лягушку. Головой лягушка повернута к другим существам. Она изображена так, будто зритель видит ее сверху. Видна ее спина, расставленные в разные стороны лапы, вверх головы. И создавал вот такие вот, вот этот его вечный двигатель, который он строил, тоже вполне себе такая чирикающая машина, как у Клея. И такие вот рисунки, вполне сопоставимые с тем, что делал Клей. Скорее всего, он их видел, хотя, скорее всего, точно их видел, скорее всего, они на него как-то повлияли. Такой персонаж, который так же, как и Клей, сочетал знаки, рисунки, письменность. Такое рисование, которое неотделимо от письма, рисование, которое неотделимо от создания сюжета. И вот эта вот самая линия, которая может сложиться в строчке, в слова, в рисунке, не прерывая своего движения в одном и том же движении. Тоже, наверное, художник достаточно важный для Клея, особенно в том, когда Клей начинает создавать, условно говоря, портреты, когда его линиям приходят в голову все-таки сложиться в изображении более-менее лиц и более-менее живых существ. Это могут быть вот такие вот головы-шары. Это, может быть, мало отличимая от человека голова кота, если это вообще голова человека. Лунный пиро, которое действительно скорее небесное тело, чем человеческое лицо. Ну, вот такой привет, собственно говоря, творчеством сумасшедших. Одержимая девушка, одержимая женщина в маске. И вот из этой всей линии, связанной с персонажами, линии как раз, где он наиболее очевидно играет с архаическим искусством, где он представляет самого себя, вычеркнутый из списка. Это как раз 1933 год, когда Клея стали преследовать национал-социалисты, ему отказали, его выгнали из Дезидорской художественной академии, где он преподавал. То есть его лишили последовательно любых способов работы и социализации, перестали выставлять такой автопортрет. Картина Пауля Клея, 1933 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Масло. Цвета насыщенные и темные. Изображение выполнено рельефными жирными мазками краски. Фон – оттенки синего цвета. В центре холста изображение лица человека. Изображение нереалистично, это скорее образ лица. Лицо как будто собрано из разных неправильных геометрических фигур, нескольких фрагментов, словно мозаика или лоскутное одеяло. Фрагменты из которых состоит лицо – сиреневого, розового, синего, белого, зеленого цветов. Черты лица не прорисованы. Нос представляет собой бордовую, вытянутую по вертикали трапецию. Нижняя часть левой щеки – белый прямоугольник со скругленными краями и т.д. Вместо глаз два коротких черных горизонтальных мазка кистью. Рот – черная дуга, углы рта опущены вниз. Слева от лица и частично на лице нарисован равноконичный крест краской черного цвета. Такой автопортрет и серия, которую начал рисовать в конце 30-х годов. Серия лиц, портретов, аллегория, пропаганды. Тоже понятно, что это сюжет актуальный для 30-х годов. И тогда же возникающая серия лица пейзажа, лица интерьера, лица, в которые можно войти. Картина Пауля Клея «Ошибка на зеленом», 1939 год. Холст квадратной формы. Цвета неяркие, зеленый фон. В центре изображен большой желтый круг. Внутри круга нарисованы два маленьких коричневых круглых глаза с черными точками-зрачками в центре. Под правым глазом нарисованы два серых прямоугольника и черная капля, напоминающая слезу. От точки чуть ниже центра большого круга вверх тянутся две черные тонкие линии. Они проходят между маленькими кругами глазами. Над глазами они расходятся. Одна линия, извиваясь, уходит влево, другая вправо. Эти линии составляют брови и нос. Под носом красная линия, напоминающая прямой рот. С левой стороны круга в него упирается маленькая приставная лестница черного цвета, которая ведет вниз. Под лестницей нарисован желтый квадрат, расчерченный на множество маленьких квадратов. Он напоминает горизонтальную площадку, замощенную плиткой. Над ним нарисована нога человека в красной штанине и черном ботинке с каблуком, словно наступающая на этот квадрат. С правой стороны под большим желтым кругом нарисован зеленый полукруг. Полукруг обращен изогнутой стороной к кругу, а прямой – к нижнему краю картины. Он изображает туловище. К углам полукруга прилажены две коричневые кисти рук. Это всего лишь цветы на камне, но это считается точно так же, как персонажа с его работ того же времени и того же цикла. И тоже еще один момент, который происходит у Клейбна в поздних работах в 30-е годы. У него появляется подобие иероглифов, что до этого были линии, которые складывались в абстракцию или складывались в те или иные изображения. В 30-е годы появляются работы, на которых появляется такая псевдописьменность, квазиписьменность, квазиероглифы. Что, собственно говоря, в то же время происходит и в работах Кандинского. Появляется некое подобие письма, подобие языка, но языка нерасшифровываемого, языка, который невозможно прочесть. Языка, который равен сам себе, который ничего не рассказывает, который есть еще один способ существования этих самых линий. И такими же иероглифическими оказываются, то ли буквами, то ли знаками, то ли лицами оказываются и портреты, условно говоря, которые он создает. Вот портреты как узник, да, это тут можно различить лицо, можно прочесть это как некий знак, как некий иероглиф или как некую букву. Вот такие вот различные персонажи. Тогда же возникают чистые абстракции, возникает рыба, ну такой, как старинный еще христианский символ, возникают иероглифические лица, и возникает серия ангелов, которую Клей создает уже в конце жизни. Он был очень тяжело болен, у него было редкое и мучительное, видимо, кожное заболевание, которое не позволяло ему двигаться, которое делало мучительным любое движение. И, собственно говоря, лишало его возможности рисовать практически, поэтому это почти рисунки, вот эти серии различных ангелов, которые еще только вот, к которым он возвращается после Анджелос Новос, вот этой картины, описанной Беньямином. И таких вот существ, существ иероглифов, знаков, которые опять ожили и стали, может быть, некими существами. При этом одна из последних его вещей, которые он делает, может быть, самая фигуративная, самая традиционная вещь Клея, где натюрморт как натюрморт для 40-го года, почти архаический, да, это язык 10-х годов, это язык 20-х годов. Картина «Ангел смерти», 1940-й год. Холст почти квадратный, немного вытянут вертикально. Изображен натюрморт. Цвета яркие и насыщенные. Изображение не выглядит натуралистично, они очень обобщены, объекты равномерно закрашены цветом без тени. На черном фоне, в правом нижнем углу картины, изображен желтый круг, напоминающий стол. На нем разбросаны схематично изображенные цветы синего и фиолетового цветов, стоит большой чайник зеленого цвета и схематичная геометричная скульптура белого цвета, изображающая обнаженную женщину по пояс. Слева от стола изображен белый лист бумаги. На нем черными линиями нарисован человек с крыльями. Его тело кажется очень массивным. Сутулые плечи полукругом возвышаются над головой. Черты лица очень условные, всего несколько изогнутых линий. В левом верхнем углу изображены четыре вытянутые вазы разных форм и цветов. Две синие, одна желтая, одна красная. Справа от них нарисован желтый круг, напоминающий полную луну. Где внутри которого изображена его картина с ангелом смерти, собственно, картина в картине, изображение картины. И работа достаточно, наверное, печальная, потому что, может быть, это самая статичная работа клея. Это работа, где линии окончательно сложились в изображении и уже дальше никуда не двигаются и не идут. Вот это самое становление, рост и движение, развитие во времени, которые были главной заботой клея, больше всего интересовали, на этой картине уже абсолютно невозможно. Все застыло, все линии замкнуты, все линии пассивны, все контуры закрашены цветом, движение прекратилось. И вот этот самый невинный, на первый взгляд, обыденный натюрморт, в общем, наверное, является такой самой действительно жуткой работой клея. А движение линии, работы как некие промежуточные этапы некого постоянного движения, и, собственно, и работа клея в Баухаузе, который преодолевал живопись, делает, наверное, интересным следующий момент, что для работ клея, собственно говоря, неважно, на каком носителе они существуют. Это может быть витраж, это может быть настенная фреска, это может быть текстиль, это может быть что угодно. Картина больше не является основным форматом и основным моментом осуществления художественного произведения. Это некий архаический мир, это некая... Поэтому это одновременно устремленность в баухаузовскую утопию, когда произведениями будут, собственно, дома и будет вся среда обитания. И интерес к архаике, к архаическому миру, к миру почти что наскальных изображений, которые клея очень интересовали, примитивное искусство. Но интересно, что немного позже находится некий новый эквивалент этого примитивизма – это граффити, это городская культура граффити. Первый такой художественно документированный цикл граффити сделал французский фотограф Бросай, знаменитый, близкий к сюрреалистам. Наиболее известен его «Ночной Париж», а вот с конца 30-х годов и до 60-х годов он собирал и снимал городские граффити. Чёрно-белая фотография тёмной обшарпанной стены. Почти по центру стены сверху вниз тянется белая трещина. На стене светлыми линиями нацарапан рисунок. Рисунок примитивный, схематичный, похож на древние наскальные рисунки. Слева изображён человек верхом на лошади, а в руке он держит что-то похожее на копьё. Справа от человека изображена такая же лошадь. Человек как будто преследует второе животное. Совершенно удивительно, книга, его фотоальбом с граффити вышел в 60-м или в 61-м году. И при этом жутко интересно, что снимал он эти граффити так, чтобы они выглядели как первобытное искусство и как абстракция. Брасе, скорее всего, знал клеи, поскольку Брасе принадлежал к руку сюрреалистов. И есть, в общем, большое подозрение, что отбирал он из этих граффити то, что всегда, когда человек из мира искусства начинает собирать что-то за пределами этого мира, он ищет, чтобы это было на что-то похоже. И некоторые из граффити, которые нашёл Брасаев, выглядят откровенно похожими, что это граффити, похожее на Пауля Клея. Это вот эта самая новая архаика, которая находится на улицах, но разглядеть её художественную ценность можно было, видимо, благодаря и абстракции, и благодаря, собственно говоря, творчеству Клея, прежде всего, частью Пикассо, но в большей степени Клея. И вот этот феномен, который начинает фиксировать, как эстетический феномен, начинает фиксировать Брасаев, в 60-м году выходит его книга, при этом, как бы, ну, таким абсолютным расцветом граффити, расцветом интереса к нему наступает несколько позже, наступает лет через 15-20. И, естественно, в самом такой столице граффити того времени был, наверное, Нью-Йорк. Я думаю, что все вы видели такие классику американского кино 70-х годов, и помните вот этот город, расписанный в усмерть, расписанный граффити. В общем, самой большой доблестью там было расписать вагон метро, потому что это было самым опасным и самым, соответственно, адреналиновым вагон. Они были уделаны все, это до сих пор существовало. И вот один из героев этих уличных граффитистов, Блэйд, который расцветил своими такими трофеями в 70-х, как раз граффити 70-х годов. Цветной фотоколлаж. Яркие цветные фотографии. Коллаж состоит из девяти горизонтально ориентированных фотографий. На каждом фото изображен вагон поезда, на котором нарисованы цветные граффити. На всех вагонах разными красочными шрифтами написано «Блэйд» на английском языке. Расписавший сколько вагонов метро он мог расписать. Феномен этот был, естественно, и социальным, и художественным. И почему его как бы был связан тем, что Нью-Йорк 70-х годов, конца 70-х был отнюдь непроцветающим городом, достаточно экономически депрессивным и достаточно криминальным. Со своей такой романтикой, несколько опасного, яростного города, которое, в общем, как раз и сложилось и в кино, и в современном искусстве. Но при этом эти граффити, которые были абсолютной частью этого Нью-Йорка, абсолютным таким лендмарком, уже к 80-му году становятся вполне себе эстетически осмысленным феноменом. В 80-м проходит одна из первых выставок музейных, но это еще не музейные, выставок современного искусства, который проходит на Тайм-сквер, Тайм-сквер-шоу, куда включена панк-эстетика, граффити, работы уличных художников и порнография, эротика. В 81-м году в Нью-Йорке открывается первая галерея в Пангеллере, которая специализируется на граффити и выставляет уличных художников. То есть это феномен, который в 80-е годы абсолютно осознается, рефлексируется, выставляется и впервые начинает коммерциализироваться, как любая институциализироваться, что это можно включить в музейный контекст, и коммерциализироваться, что, оказывается, это можно каким-то образом продавать через галереи, каким-то образом показывать именно как искусство.